...слепить европейскую авиацию. Такие ошибки могут приводить к авиакатастрофам. Массированная электронная атака на страны НАТО. Они глушат повсюду, где только могут достать. И шокирующие выводы авиаэкспертов о планах Кремля. То есть фактически это месть. Тысячи британских рейсов атакованы чрезвычайно опасными электронными помехами. Об этом пишет газета The Sun. Речь о невероятных масштабах. За последние 8 месяцев проблемы с навигацией в полете ощутили 46 тысяч рейсов. Это почти 200 в день. Подавление сигнала. Это могло привести к тому, что самолеты сталкивались бы в воздухе. Были бы авиационные катастрофы. На полчаса глушится спутниковый сигнал на самолете, на котором министр обороны Великобритании Гранд Шапс возвращается из Украины. Кто заказчик электронного хаоса в Балтийском море? Угадайте с первой попытки. Россия сейчас активно пытается создавать проблематику в Европе по этому вопросу. Насколько такой воздушный террор опасен? Каких целей действительно добивается Кремль? И не повлияют ли эти массированные атаки на скорость поставок оружия Украине? Об этом я расскажу чуть позже. А пока, как именно и чем именно россияне атакуют GPS-навигацию. Пункт первый. Глушение. Это когда навигатор не видит спутников. Дело в том, что сигнал о своем местонахождении мы получаем как минимум от трех спутников глобальной навигационной системы. Сигнал поступает на наш приемник и обрабатывается. Но по дороге его можно заглушить. Это делается обычными радиотехническими средствами, работающими на частотах, на которых предоставляется услуга глобальной навигационной спутниковой системы. Спутник дает сигнал, эти частоты и пытается заглушить этот специфический РЭП. Но есть и другие приборы, на которые могут ориентироваться пилоты в условиях помех, которые ставят российские РЭПы сигналом GPS. Самолеты имеют транспондер. Это система, которая постоянно передает сигнал о местонахождении самолета. И наземные радары могут получать этот сигнал и в крайнем случае пилинговать его. В крайнем случае пилинговать его. Кроме транспондеров, летчики могут запросить помощь авиадиспетчеров, которые всегда подскажут и нужную скорость, и безопасный эшелон, то есть высоту полета. Да, если речь идет об авиационных поставках, летчикам придется больше общаться с диспетчерами. Глушить GPS-сигнал достаточно просто, как и бороться с такими помехами, имея в наличии другие способы навигации. Другое дело – спуфинг. Это когда РЭП перехватывает сигнал со спутника и запутывает пилота. Подмена координат происходит, и вы можете физически находиться, например, в Риге, а вам будет показывать, что вы находитесь в Вильнюсе. Именно такой инцидент произошел с норвежским фрегатом Гельге Инкстад. Вот он на видео полностью погружен под воду. Фрегат возвращался с учений НАТО и столкнулся с греческим танкером. Тогда, еще в 18-м году, россияне хвастались, что именно они с помощью РЭП повлияли на систему навигации военного корабля. Россияне пытались таким образом сделать спуфинг, то есть подмену координат для военных кораблей. Якобы подменил координаты фрегата комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2». Россияне его называют выключателем спутника. Для ВСУ этот комплекс является высокоприоритетной целью, и силы спецоперации отключают уже не первую «Тираду». Если взглянуть в открытых источниках на список российских средств РЭП, мы увидим более трех десятков наименований и разновидностей. У россиян большое количество этих радиоэлектронных систем. Там «Житель» — наиболее популярная система. Есть специализированные как раз системы подавления спутников. Примечательно, что большая часть российских РЭПов были созданы или стали на вооружение Росармии уже после первого вторжения в Украину в 2014 году. С началом полномасштабной войны их развитие получило серьезный толчок. Активность сейчас используется в Калининградской области и создает там, например, определенные проблемы в Балтийском море, в Суакском коридоре. Рядом страны тоже существенно ощущается. Давайте посмотрим на карту сервиса GPS Jam, который обрабатывает данные о помехах в навигации. По состоянию на 24 февраля 2022 года в Европе мы видим только два очага вмешательства в работу GPS — в Москве и Минске. А вот ситуация по состоянию на март этого года. Помехи практически во всех европейских странах соседях России, а также в Балтийском и Черном морях. Они глушат всюду, где только могут достать. Все восточные районы Польши там очень высок уровень опасности в этом плане. А значит, искажение сигналов GPS и ориентации самолетов о своем местонахождении. Но зачем глушить GPS, если, как мы уже выяснили, самолеты просто переходят на другие методы определения собственных координат в пространстве? Первое, что приходит в голову — это месть россиян за то, что Европа закрыла для них свое небо. Ах, вы не даете нам летать, то и мы вам не дадим летать. У россиян нет проблем в том, что они могут создать там проблемы. Фактически, это месть за то, что российские коммерческие компании не допускают к полетам именно в этом регионе. Но не может ли глушение GPS или спуффинг быть попыткой атаковать военно-транспортные самолеты, которые доставляют в Восточную Европу вооружение для Украины? Шансы на это у россиян мизерные, говорят наши эксперты. Ведь антенны военных самолетов гораздо лучше защищены от радиопомех. А пилоты могут работать в условиях, когда спутниковые навигационные системы отсутствуют вообще. Они научены действительно работать по приборам, и для этого им не нужны навигационные системы, связанные со спутниками. Но чему тогда добиваются россияне? Ведь количество инцидентов с подавлением GPS с прошлого года выросло в семь раз. Я думаю, что это лишь одно из звеньев длинной цепочки того, что они могут. Все это может быть частью далеких планов одержимого диктатора по захвату балтийских стран и Восточной Европы. Атаки россиян концентрируются вокруг их калининградского эксклава. Об опасности заявляют лидеры и генералы многих стран. Единственный вопрос, в котором расходятся – когда именно. Поэтому усиление радиоэлектронной активности россиян может быть тренировкой перед нападением на страны Североатлантического альянса. И это очень важный момент. Если они увидят, что их помехи эффективны, то тогда страны НАТО остаются безоружными. Они могут ослепить радиолокационную систему противовоздушной обороны стран Балтии за счет средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому европейцы разрабатывают контрмеры. Экипажи должны пройти дополнительные курсы по своей летной годности, возможности летать по традиционным навигационным системам без спутников, а также летать по приборам. Также авиачиновники предлагают усилить сертификационные требования к оборудованию самолетов. А в долгосрочной перспективе разработать новые поколения спутников, чтобы эффективнее бороться с российскими рэбами. Невидимая борьба продолжается. Константин Павлов специально для телеканала «Фридом». Парад победы без победы. Танки «Абрамс» в Москве. Но есть нюанс. Как Кремль готовится к победобесию? Танки Т-34 на платформе идут пока. И к чему готовят самих россиян? Это будет грандиозная отечественная война. А также почему целый ряд регионов России отказывается праздновать? Если честно, в гробу их видали россияне, понимаете? Подготовка к победобесию в России на финишной кривой. Накануне в Москве даже открыли выставку западной техники, которую российские оккупанты якобы подбили в Украине и притащили в свою столицу. Но организаторам не нравится, что танки будут целиться в россиян. Так что стволы пушек придавливают. Крепенький! Они их принудительно ломали, уничтожали, чтобы башня была сломана. Эту гидравлическую систему, гидравлику ломали, чтобы вид был более унизительный. Победобесия устраивают на поклонной горе. Очередь поклониться западным технологиям, как в первый московский Макдональдс. Это представление пропагандисты называют выставкой покоренной западной техники. Идею, конечно, украли у украинцев. Как говорится, ноль дней, когда россияне ничего не украли. Тогда на Крещатике мы всему миру продемонстрировали, с чем именно русский мир пришел в Украину. Я помню, как визжали русские пропагандисты, что это накачка ненависти, что это ужас-кукужас. И теперь они это спокойно себе делают. Зрители российского телевизора поражают статистикой подбитых американских танков. По данным Нью-Йорк Таймс, таких Абрамсов аж пять. В результате Абрамс был уничтожен, как и его репутация. Ну, порадуются они, да. Все, через минуту-две-три, это же забудется, понимаете. Ну, через день, хорошо. Придет 10 мая, пойдут новости с фронта. А пока на Поклонной горе продолжаются ритуальные танцы вокруг уничтоженной западной техники, на улицу Тверскую сижается российская для парада победобесия. Но где же распиаренные Т-90, которые пропагандисты называли истребителями Абрамсов и Леопардов? Ответ на этот вопрос дает наша разведка. Россия уже потеряла в Украине более 500 танков Т-90. В 100 раз больше, чем мы, Абрамсов. Это будет самый нищенский парад за все время их существования. Вот что было, то и погнали. Потому что все остальное либо уже здесь, либо здесь закончилось. Либо готовятся к отправке сюда. Самоходная артиллерия на парад вообще не дошла. Ярсы, С-400, Тигры и Искандеры. Все это мы уже видели на Красной площади в 23-м году. И в таком же количестве. А вот танков, обещают, будет в три раза больше, чем в прошлом году. То есть не один, а три. Знаменитые танки Т-34 на платформе идут пока, но они будут идти своим кодом. Но все это будет происходить в Москве. А что в других регионах? Практически первым от традиционного морского парада отказался Севастополь. И это логично, если посмотреть это видео 2014 года, на котором так называемый президент РФ направляется к крейсеру «Москва». Президентом Российской Федерации направляется замыкающую парадную линию вагмановичного свобода в аргейстовом крейсеру «Москва». И Севастополь далеко не единственный, кто отказался от парада из соображений безопасности. И вы удивитесь, по какому принципу был составлен этот список российских городов-отказников. Но об этом чуть позже. Другой вопрос, почему в Кремле отменили проведение главного атрибута победобесия, так называемого марша бессмертного полка. Напомню, это когда фото ветеранов цепляют на палку и носятся с ними. Кто-то по земле, кто-то по воде. Причин как минимум две, говорят наши эксперты. Первая – банальная экономия. На праздники денег не остается, проще сказать все. Меры безопасности мы останавливаем, но на самом деле денег нет. Другая причина – страх. Ведь среди старых черно-белых фото россияне увидят свежих цветных двухсотых. Люди увидят, что на фотографиях уже не дедушки и бабушки Второй мировой, а молодежь и люди среднего возраста. И, может быть, им это не нужно. Их пропаганде это противоречит. Так что пропагандистам приходится вновь повышать градус накала. Сначала они боролись с фашизмом, потом с трансгендерами. Теперь им надо деноцифицировать все страны НАТО. Францию, как ядерную державу, придется мгновенно разоружить. Британские острова просто уйдут под воду. Пока пропагандистки Селев пытаются потопить Великобританию, прилезшие в Украину россияне выпрашивают хоть что-нибудь для борьбы с дронами. Помогите нам с помпами ружья, локоствольные дробовики. Пойдет любое говно. Но этого попрошайку по телевизору не покажут. Там иная тема, которая должна мобилизировать на фронт как можно больше россиян. И именно поэтому список городов, где запретили парад Победобесия, почти полностью совпадает с радиусом действия дальнобойного Атакамса. Атакамсы 300 километров. Это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Украина ни разу не била по гражданским объектам, не применяла кассетные боеприпасы и не пыталась применять по этим парадам. Говорят, Шурик, это же не наши методы, мы так не работаем. Но российский телевизор продолжает пугать зрителей угрозой с воздуха. Российская пропаганда сменила все же кассету, и они начали рассказывать россиянам. Вот, смотрите, если вы не пойдете и не мобилизуетесь, то вот ракета может прилететь к вам в дом или еще куда-то. Любая легенда работает лишь некоторое время, говорят в Центре противодействия дезинформации СНБО. Поначалу россиянам рассказывали, что спасают Донбасс от фашистов. Мысль о том, что там надо спасать жителей Донбасса, да, если честно, в гробу их видали россияне, понимаете, не плачут в Рязани по псковскому недороду. Но теперь повестка дня меняется на «Россия в опасности». Такая конфета из дерьма. Но, вероятно, они планируют изменить фантик. Параллельно они тестируют историю. А что, если заменить СВО словом «война»? Кремль ставит все на мобилизационное мясо, ведь эти видео из Румынии, Польши и других стран видим не только мы, но и российские генералы. И вот уже второй день, когда-то тянутся силы. И все это, надо понимать, полетит в наши войска. Наши расчеты показывают, что с мая прошлого года по май этого украинские воины суммарно отбили у врага 372 квадратных километра нашей земли. Наверняка такие же цифры есть и в докладах Путина. Так что пушечное мясо в России и дальше будут воспитывать просто с пеленок. И наша армия пришла не захватить, а чтоб помочь. А население России должно привыкнуть, что победобесие – это лишь миг между колыбелью и цинковым гробом. Константин Павлов специально для телеканала «Фридом». Куда повернет враг после Очеретина? Удастся ли взять часа фьер в клеще? Сейчас они подошли достаточно близко. Тысяча иголок вместо одной. Зачем россияне сменили тактику? Здесь кто быстрее, тот может победить. Где уже стратегически ошиблись? И что дальше мы разбирали возможные сценарии? Ежедневные удары авиабомбами. Окупационные войска буквально стирают с лица земли еще один город в Донецкой области. Часов Яр. Вот как он выглядит сейчас. Россияне стремятся изо всех сил захватить этот город к скрипоносной дате 9 мая. Часов Яр лежит к востоку от оккупированного Бахмута. От него по прямой к следующему большому населенному пункту Константиновки чуть больше 10 километров. Южнее освобожденная Андреевка и Клещеевка, прикрывающие город с фланга. Ситуация крайне напряженная, рассказывает политолог, а ныне военнослужащий Кирилл Сазонов, воюющий как раз вблизи Часового Яра. Окупанты вплотную приблизились к городу. Продолжаются бои, по сути, самые ожесточенные в районе, который называется Канал. Это восточный район города. К сожалению, враг пытается уже несколько дней обойти Часов Яр. Пытается окружить город, взять его в такие тиски с севера и юга. К югу от Часового Яра поселок Очеретина, за который продолжаются бои. За последние несколько дней оккупанты на этом направлении смогли вклиниться в нашу оборону. Там-то враг тоже давит очень сильно на наших ребят. Там и грозит уже нам с фланга. Это не очень приятные новости, мы их отслеживаем. Но какова конечная цель всех этих неприятельских маневров? Давайте разбираться. Враг сменил тактику. Тысяча уколов, то есть небольших за масштабом атак, вместо одной. То, что российские войска хотят захватить всю Донецкую область, в Кремле заявляли много раз. Но одним лишь Очеретином эту задачу российским генералам не выполнить. Поэтому оккупационные войска будут двигаться дальше. Один из возможных вариантов до трассы между Покровском и Константиновкой. Это приблизительно 10 километров от того места, где они сейчас находятся. Но чем глубже, тем опаснее. Можно получить контрудары во фланге. Сейчас все выглядит так, что россияне формируют в себе плацдармы для дальнейшего наступления. Об этом я говорю с военным экспертом Алексеем Гетьманом. Но какой же план враг держит в голове? Куда они прагнут добраться? И вот куда они стремятся добраться? Они стремятся добраться до... Вот Константиновка и Краматорска. Они хотят контролировать эту трассу. Вот видите, где Нью-Йорк? Есть в Украине такой город. Но там построены серьезные фортификации. Взять его крайне тяжело. Константиновка, скорее всего, должна стать конечной целью наступления двух вражеских группировок со стороны Очеретина и Часового Яра. Почему для них это важно? Они пытаются ухудшить нам логистику. Потому что все, что мы видим по Часовому Яру, по Очеретина, это несущественное продвижение с точки зрения стратегии. Но реальны ли такие планы? Об этом дальше. На этих кадрах освобождение Клещеевки в шести километрах от Часового Яра. Пока это село за нами, штурм города. Очень рискованная операция. Потому что есть реальная угроза получить контрудар во фланг. Очень важно, действительно, там ребята с 92-й держатся. Это наша опора, это наш южный фланг. От него многое зависит. И для врага тоже. Его эти Клещеевка с Андреевкой тоже очень-очень беспокоят. Второй фактор – оборона маневром. В современной войне наличие фортификации и возможность быстро перемещаться не менее важны, чем количество солдат или танков. Строительство фортификации, причем в несколько линий. Где враг усилился, мы с другого направления сняли. Быстро это нужно сделать. Здесь кто быстрее, тот может победить. Поэтому удастся ли им продвинуться где-нибудь? Существенно, думаю, что не удастся. И еще одна немаловажная деталь. Россияне, вероятно, сами себя загнали в ловушку, поверив, что Запад якобы устал помогать Украине. Поэтому и бросали в атаке больше сил, чем могли себе позволить. Но уже сейчас ресурс истекает. Российское командование задействует те соединения, которые должны были развивать успех в случае прорыва нашей обороны. А темпы вражеского наступления, как отмечают западные аналитики, замедляются. Плюс так называемое окно возможностей для врага закрывается. Первые партии оружия и боеприпасов от союзников уже едут на фронт к нашим защитникам. А соответственно, как именно будут развиваться события в Донецкой области, будет зависеть от логистики. Это как раз тот случай, когда она решает почти все. Павел Васильев специально для марафона на телеканале Freedom. Купишь украинское государство вернет деньги. Идея интересная. Это экономия. Какой процент от покупки уйдет нам в карман? Кэшбэк. Кэшбэк имеет смысл только если он будет тотальным. Как это будет работать? Нужно будет добавить в ДИЮ одну из своих банковских карт. Нарушит ли банковскую тайну? Банк знает о вас все. И какие суммы можно будет сэкономить на покупках? Программа «Покупай украинское» выходит на финишную прямую. Ее должны внедрить уже этим летом. Государство собирается возвращать часть денег, потраченных на украинские товары. Так будет стимулировать потребление отечественного. Но интересно, за что будет платить кэшбэк? В каком размере? На какие товары его можно будет потратить? А также будут ли с этих сумм взыматься налоги? Через мгновение все это обсудим со специалистами. А пока что думают о такой инициативе сами покупатели? Государство хочет ввести кэшбэк за покупку украинского. Если покупаете наши, вам на карту вернется 5 или 10%. Я поддерживаю. Я поддерживаю. Огонь. Идея супер. Идея интересная. Это экономия. Кэшбэки мы любим. Вы готовы за такую поддержку выбирать именно украинское? Да, конечно. Расскажите еще. А вообще, смотрите на этикетку, штрих-код. Нет, не смотрю. Но за кэшбэк готовы. За кэшбэк готова, да. Удастся ли президенту и правительству таким образом привить нам привычку покупать украинское? Это, конечно, зависит от того, какие товары примут участие в программе и с какими ценниками. У нас же украинцы люди чрезвычайно прагматичные. И тот товар, который будет идти по кэшбэку, он в любом случае должен быть подобающего качества. Его выберут, если предложение будет достаточно широким. И оно будет по качеству не хуже, чем те товары, которые будут конкурировать на полках. Речь идет о пищевых продуктах, по предварительной информации, также стройматериалах, бытовой химии, одежде, обуви. Кэшбэк имеет смысл только, если он будет тотальным, когда он будет касаться большой группы продуктов. Тогда он будет иметь влияние на развитие бизнеса. Когда же он будет секторальным и будут определены только отдельные группы товаров, это приведет к отраслевому диспаритету, когда окажется, что одни отрасли будут развиваться интенсивнее других. Вас это побудит покупать украинское? Да, в принципе, я стараюсь выбирать украинское. А какая сумма кэшбэка для вас была бы достаточным стимулом? Это особо не имеет значения для меня. Если товар качественный, то я всегда куплю украинский. Но для большинства из нас сумма имеет значение. Как думаете, каким будет процент компенсации? К этой теме вскоре вернемся. А пока еще несколько деталей о требованиях к товарам. Главный вопрос, какую продукцию будут считать украинской. Например, если этот рис импортируют из Азии, а фасуют у нас, это украинский продукт или нет? Очевидно, что нет. Но в правительстве говорят, даже если здесь только расфасовка, это уже производственные мощности и добавленная стоимость. А значит, основной маркер украинских товаров – наш штрих-код 482. Это едва ли не самый спорный пункт. Эксперты говорят, такой доли украинскости в товарах недостаточно. В то же время, это тоже украинский бизнес, который платит налоги и нуждается в поддержке. Надеюсь, что не попадут в такие категории товары, которые просто упаковываются. Существенная часть производственного процесса должна касаться именно Украины. Что значит собственная продукция, если локализация 5%? Ну, давайте вспомним, как определялась локализация в вашем настроении. 35-40%. Как можно будет вернуть часть уплаченного и по какой цепочке пройдут наши деньги? Главных участников в этом процессе 5. Продавцы, то есть магазины. Производители. Дия. Куда ж без нее? Монобанк. И, конечно, мы с вами, покупатели. Чтобы стать участником этой программы, нужно будет добавить в Дию одну из своих банковских карт и предоставить государству разрешение на проверку всех транзакций. После приобретения товара магазин передаст фискальные чеки с данными о штрих-кодах в Дию. Там найдут покупки, за которые предстоит выплатить кэшбэк, идентифицируют покупателя, подтвердят факт оплаты и начислят компенсацию на специальную виртуальную карту вроде Е-поддержки. Не слишком ли сложно? Это оптимальное решение. Я бы не стал опасаться, что пенсионеры, не цифровые люди, будут иметь сложности с тем, чтобы получить такую виртуальную дополнительную карту. Очень быстро они овладели сложными программами лояльности и бонусными программами. Немного пугает фраза «предоставить государству разрешение на проверку транзакций». Уже возникли опасения, что таким образом правительство увеличит контроль за нашими деньгами. В то же время по запросу налоговой банки и сейчас могут предоставлять такую информацию о счетах клиентов. Банк знает о вас все. Ключевым вопросом остается размер кэшбэка – 5 или 10 процентов. В кабинете министров окончательно не определились. Эксперты говорят, на самом деле все будет зависеть от источников финансирования. Здесь есть три варианта. Когда деньги на кэшбэк будут поступать из государственного бюджета. Этот вариант может привести к развертыванию инфляции. Второй вариант – если наши партнеры согласятся финансировать такую программу. Но она точно не в их интересах. В их – развивать импорт в Украину. Третий вариант – когда сам украинский бизнес будет стимулировать украинских потребителей. Если бизнес и присоединится к программе, речь пойдет о кэшбэке в 2-3 процента. Не больше, считает экономист Андрей Длигач. Возможно, появится какой-то комбинированный вариант. Вроде скидка от производителя плюс компенсация от государства. Но это пока только версия. В целом на государственный кэшбэк правительству нужно найти от 20 до 25 миллиардов гривен. И это только до конца этого года. А вот можно ли будет потратить эти деньги на что угодно – большой вопрос. Идеологи программы хотели, чтобы за бонусы украинцы снова-таки могли покупать только наши. Но организовать это сложно. План Б – разрешить тратить кэшбэк на услуги, такие как коммуналка или проезд в общественном транспорте. И последняя интрига – будут ли взимать с такой прибыли налог в почти 20 процентов, как это делают сейчас с кэшбэком от банков. Вероятно, правительство попытается через парламент отменить или хотя бы сократить сборы. Тогда только на продуктовых закупках семья сможет сэкономить несколько сотен в неделю. Алла Чиж специально для «Марафона» на телеканале «Фридем». Субтитры создавал DimaTorzok